здравствуйте дорогие друзья многие из вас видели это видео где я рассказываю о том что возле туркова у меня есть участки которые в принципе можно приобрести но за тот период времени который они у меня есть борщевик очень сильно разросся и заполонил с собой здесь огромное большое количество земли возле участков и практически уже начал заходить туда в лес и вот сейчас я решил это зачистить от территории провести обработку от борщевика и вдоль участков планируется сделать дорогу подъезд участков чтобы можно было приезжать любое время года и здесь заниматься строительством обработкой земли сейчас мы к этому приступим я хочу обратить внимание показать как это выглядит сейчас и как это будет выглядеть после того как мы эту территорию зачистим и сделаем дорогу вот это место везде от растут чисел деревья я показываю до рукой лет этот ряд все эту мы записи все деревья берем здесь предполагается дорога участка вот эта часть дороги который здесь мы наблюдаем это наказанная дорога она лучше часто данный момент находится на участке за несколько лет она вот сместилась в сторону участка от стороны леса и уже успели вырасти достаточно серьезные деревья на самом деле дорогах Граница участков проходит как раз вот здесь, и дорога предполагается вот на этом месте, где еще выросли деревья. Я думаю, что мы, когда начнем срезать лес, мы увидим эти колеи прошлых лет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем ко второму этапу. Вторым этапом это уже непосредственно кошение борщевика трактором. Напомню, на первом этапе мы убрали мешающие деревья, мелкие кустарники, которые затрудняли продвижение кошения трактора. Сейчас мы начнем непосредственно кошение. И вот на заднем фоне, и вот передо мной сейчас камера покажет количество борщевика, которое надо стоит здесь косить. Ну вот вы видели, да, вот этот объем, и это только одна часть, это одна сторона вдоль участков. Также мы будем косить еще проход между участками в лесу и с другой стороны участков. То есть практически по периметру всех участков мы произведем кошение борщевика. Но как это будет происходить, мы сейчас с вами вместе увидим. Вот такая сейчас ситуация. Мы наблюдаем большое количество борщевика, как с правой стороны, так и с левой стороны. Здесь вот планируется дорога, с левой стороны от меня начинаются участки. Вот это сейчас территорию, одну сторону участков будем косить. Потом перейдем к следующей стороне участков. Видно, большое количество борщевика. Вот он здесь перемещается в лес. По правой стороне много прошлогодних, мы видим, засохших зонтиков. Вот эта вся часть будет сейчас скошена. Как многие уже знают, про растение борщевика, если вы не знаете, он вырастает достаточно большим, высотой 3-4 метра. Зонтичная культура. Вот здесь мы можем наблюдать, уже на некоторых кустах начинают уже появляться зонтики с семенами. И сейчас как раз самое время скосить. Вот борщевик. Мы сейчас видим, что начинается формирование вот здесь в этом бутоне зонтика. Вот такой зонтик будет с прошлого года. Примерно, я точно не знаю, но около 8 тысяч семян вот такой один куст дает. Рассеивает здесь. Представляете, какое количество сразу за раз. Живет он 2 года всего, но тем не менее за счет семян он распространяется очень быстро и захватывает территорию. Значит, бутонусом яйца в этой жиле. Бутонусом яйца в этой жиле, все остальные, все остальные. Аплодисменты. Бутонусом яйца в этой жиле. Я не знаю, что яйца в этой жиле. Я каждый насчет, но я не знаю, что она еще. Но мы встречаем с деревьев, которые мы с моим стороне. Продолжение следует... 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 Жилой дом, получать регистрацию. То есть все это уже в плане юридического... Земля в плане юридического вопроса уже подготовлена к этому процессу. Приглашаю. Все вопросы по контактам под видео. Такая вот тросика скошенная от трактора остается в борщевике. Масса, зеленая масса, такое количество. Просто обалдеть. Гигантская трава. Или маленький кустарник. Получается что-то прям, какое-то прям выведенное. И розетки начнут формироваться. Вон туда мы потом поедем. И вот эту сейчас нас спасли. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь надо будет подчикать вручную. Лопатой. Ну что ж, дорогие друзья, давайте вместе с вами посмотрим ситуацию после кашения. К сожалению, у нас тут попадались пеньки. И в итоге косу просто сломало, оторвало. Сейчас трактор поехал отвозить, приваривать ее. Сейчас вот, посмотрите. Частичная обработка от борщика. Как это выглядит. По сравнению с тем, что было. Прошло две недели после того, как мы скосили борщевик. Вот на заднем фоне видно его. Он уже начал сходить. И появляться начали цветы. То есть биологический цикл продолжается. Даже если его скосили, в любом случае он продолжит формировать семена. И вот сейчас, в данный момент, я сделал такое приспособление. Это вот ножик, прикрученный изолентой к палке. И сейчас вот мы вдвоем идем и срезаем эти цветения. И после этого уже по листу необходимо производить обработку гербицидами, чтобы остановить развитие его, чтобы он уже больше не давал в этом году семян. Соответственно, остановился в росте. Давайте покажу, как это делается. Вот один из маленьких представителей, который не скошенный. Это самый маленький, там еще есть больше. Вот ножик берем соцветия, как можно ближе к формированию розетки срезаем, чтобы из семян потом не дозревали они. Вот таким образом. А вот такие вот розетки с семенами, они практически сформировались. Если их оставить, то есть вероятность того, что семена созреют и прорастут в следующем году. Поэтому такие мы убираем в пакеты, завязываем, они там перегнивают. И биологическая активность семян погибает, короче, они. Приступаем к следующему этапу по обработке борщевика. Это будем обрабатывать гербицидами. В данный момент мы приехали на участок и можно посмотреть, камера сейчас покажет. Мы обрабатывали его уже, обрезали зонтики два раза. И вот видно, что зонтики опять пошли, повылезали. То есть он постоянно пытается отдать семена в этом году. И вот сейчас такое состояние. Он, конечно, сильно подрос. Чуть больше гербицидов потребуется. Но тем не менее, вот это уже проще и легче обрабатывать. Что потребуется нам для обработки? В данном случае здесь, в Турково, нет воды в доступе в таком количестве, которое потребовалось. Я приобрел кубовую емкость, налил туда 400 литров воды, чтобы не сильно тяжело было ехать. Этого объема хватит и ополоснуться после обработки, и непосредственно на обработку. Чтобы было легко и комфортно наливать оттуда воду, я приобрел 12-ти вольтовый насос. Он находится сейчас внутри. И подключил к аккумулятору. И сейчас вот у нас здесь я включу. У нас есть такой вот небольшой душ, который позволит нам и ополоснуться после обработки, и налить необходимое количество гербицидов, воды, для того, чтобы разбавить, вот, в опрыскивании. По поводу... По поводу бака и как я здесь организовал, я думаю, я сниму отдельное видео, расскажу и покажу, кому будет интересно. Но сейчас давайте приступим непосредственно к подготовке гербицидов к обработке. Приступим к подготовке маточного раствора гербицида. Я подготовил уже необходимое количество гербицида. Здесь вот 6 грамм. Ну, 6,66 грамм. Вот это такое вот гранулы я добавляю. Повторюсь, готовим маточный раствор. То есть здесь сейчас разбавляем в литре воды. Он не сдует у тебя? Первое, перемешиваем. Вот это, чтобы... Здорово, чтобы на тебя не попало. Равномерно распределилось средство. Вот оно такое, молокообразного цвета. Молоко. Сукушенчики еще такое. Вот это вот нужно добавить к этому объему еще 9 литров. И получится вообще 10 литров. 10 литров это по расходу препарата на 3 сотки. Вот так оставим. Ну, а сейчас давайте с вами поговорим про гербицид, который я использовал для обработки борщевика. Этот гербицид называется Анкор 85. Вот здесь вот баночка. Вставлю в картинку поближе, чтобы посмотреть. Это вот форма выпуска вот в такой баночке. 120 грамм здесь в этой баночке. Соответственно, норма расхода... Я скачал инструкцию с сайта производителя, и там, соответственно, норма расхода есть. У меня получилось примерно на участок 30 на 30 метров. Это 6,66 грамма. Видео вы видели. Я использовал вот такие вот пластиковые контейнеры с крышкой. Сюда отмерял, высыпал необходимое количество. Но у меня просто под рукой ничего не было. Более того, как можно было отмерить такое количество. Для того, чтобы сразу там на месте не мерить, а брать, высыпать и заливать. Но потом я нашел в продаже вот такие вот соусники, они называются, наверное, правильно. Для соуса баночки вот такие вот. Они уже идут вот с крышкой и небольшого размера. Вот сюда вот отмерять, крышечкой закрывать. Они, во-первых, занимают меньше места. Количество необходимое здесь помещается. И вот в таком виде они и находятся. То есть, баночку открыл. Открыл. Высыпал в емкость. Размешал. Сделал маточный раствор. И все. Очень удобно. Вот такой вот. Это то, о чем я хотел сказать. Про сам гребицид рассказывать не буду. В принципе, в интернете можете набрать и прочитать про него более подробно. Важный этап – это защита органов дыхания и тела от гербицида. Для этого я использую комбинезон и маску для защиты органов дыхания. Сейчас я оденусь и вам покажу. Выглядит, конечно, все очень интересно. Но, тем не менее, без этого никак. В таких случаях. Ну, с учетом того, что все пережили 2020 год, ты нормально смотришься. Да, этим уже внешним видом никого не удивишь. Я думаю, что кабаны и лоси тоже не удивятся. Вот так это выглядит. Здесь сейчас я закрою. Я уже почти оделся. Сейчас мы наливаем 2 трети емкости. Заполняем водой. Здесь специальные цирки, чтобы мусор в грязь не попадало. Выглядит все очень серьезно. Да, ну как иначе. Теперь вот наш разбавленный, перемешанный, хорошо тщательно раствор я добавляю в опрыскиватель. И добавляю сюда оставшиеся, сколько здесь получается. 5 литров, примерно. Да, мне уже жарко. Ну, просто представь, что ты принимаешь баню. Угу. Насос, конечно, лучше помощнее. Есть помощнее насосы. Стоят в два раза дороже, но они гораздо мощнее, побыстрее будут работать. Делаю все это впервые, поэтому как бы все на практике проверяю. Что как работает, что не работает, что можно улучшить. Ну, вот здесь у нас уже 9 литров. Ну, точнее, 9 китайских, а на самом деле, 1. К сожалению, китайцы здесь неправильно поставили метку на нем. Да, это существенная такая вещь. Так, осталось одеть маску. Здесь вот у меня, пока я иду, он перебал... Перемешается еще окончательно. В данный момент, чтобы неудобно было одеть, я взял специальную такую подставочку. Так, подожди. Ну, и защита органов дыхания. Для защиты органов дыхания я использую маску, называется Брис Кама. Модель 4301М. В скобках ППМ написано. В принципе, в видео на Ютубе есть обзор этой маски, можете посмотреть при желании. Вот, надевается она, плотно прилегает, все закрывает. Обзор здесь. Сейчас я очки сниму, одену. Ты хоть дышишь там? Да, я дышу, и меня должно быть слышно. Да, тебя очень слышно. А капюшон? А грудь? В принципе, дышу. Сейчас останется здесь вот запаковаться. Нет, наверное, сначала капюшон надеть надо. Капюшон полностью закрывает мне лицо. Продезиняю. Здесь я делаю. Не до конца стегнется. Вот таким образом. Так, я надеваю специальный столик, чтобы удобно было надпись надевать. А дайте я здесь. Он тяжелый очень. С жидкостью, с бензином. Вот так это выглядит. Охотники за привидениями. Капюшон. Поли conexche. Охотники. ОООО. Продолжение следует... 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 Где-то уже они завяли, уже крошатся. И вот здесь можно посмотреть, примерно до этой части отошел, где-то у меня опрыскиватель допрыснул. Дальше вот он уже здесь, совершенно другой вид у него. То есть он не такой, не такой желтый, видный, но вот там по-другому выглядит. Ну уже я, видимо, здесь еще дальше зашел по этим засохшим листьям, видимо, граница была не здесь, а дальше. Но, тем не менее, труды прошли не зря, видно, что розеток новых не сформировано. Те обрезки, которые были, они сыграли свою роль. Вот мы видим вот эти палки с не сформировавшимися, которые розетки поубирали. Ну и там есть несколько розеток, но это на общем фоне вообще, скажем так, не очень. Я думаю, что вот это уже не согреет. Я все равно еще срежу, конечно, но уже не сформируется. Ну вот эти вот, да, попытки еще есть небольшие. Это я уберу еще. Но, в общем и целом, я думаю, что это удачный результат. И эту обработку еще сделать в следующем году, ранней весной. И на этом участке можно будет сказать, что частично будет локализовано, потому что потребуется еще, конечно. Но, тем не менее, результат радует, что он уже расти не будет здесь в таком количестве. Прошло еще три недели. Ну и примерно там, может быть, два-три дня, да? Снимал я, по-моему, 16 августа. Сегодня у нас 7 сентября. Ну, что я хочу сказать. В принципе, картина не изменилась. Ну, в том плане, что он, конечно же, больше не растет. И вот на... Посмотрите, да, эту картинку. Еще поближе я камеру покажу. Но он более стал желтым. Большое количество листьев, вообще, они потемнели, почернели, да? Вот видно. То есть, вот, вообще, реденькие стали, уменьшились. Я думаю, что это видно, да? Ну, вообще, пустота. Так какая же картина и, скажем так, вот справа и слева, вот если так идти, вот, скажем так, вот эта с левой стороны, вот эта вот правая сторона. Да, если по ходу движения смотреть. Вот мы видим, какая ситуация сейчас. Ну, и какой-то коротенький итог хочется подвести этому уже достаточно длинному видео, получается, в этом году. Но это комплексное видео, которое совместило в себе все этапы работ, которые проводил я в этом году от начала до конца. Ну, если у вас такая ситуация, как бы, как у меня похожая, то, в принципе, следуя таким шагам, действиям, вы сможете получить тот результат, который получил я. Но это, как бы, еще не окончательный результат, потому что дальше, естественно, в следующем году будет повторная обработка, потому что, как я уже говорил, здесь достаточно большое количество семян рассеивалось. Ну, и плюс еще ветром может принести с других участков семена борщевика. Поэтому протер камеру, вот что, смотрю, вижу мут на себя чуть-чуть. Протер камеру. И сейчас я хочу зайти в лес и посмотреть тот участок, который не был подвержен обработке гербицидами, но было одно окошение где-то в середине июня, да, и на этом участке я убирал просто розетки с формирующимися семенами. И вот сейчас хочу вместе с вами пройти, посмотреть, какое сейчас состояние этого участка, потому что, ну, здесь все понятно, да, видно, да. Здесь уже все, как бы, он уже не растет. Здесь тоже вот с этой стороны видно, вот, состояние. А давайте посмотрим тот, который не обрабатывался, а просто было окошение. Я сейчас здесь вот по этой периметру, как бы, пройдусь и покажу вам состояние. Давайте. Давайте посмотрим вместе. Вот видно, да, это просека и вот видно борщевик. Вот до этой точки я дошел, а вот дальше я не обрабатывал. Здесь обрезались только розетки с семенами, чтобы не допустить распространения семенами в этом году. Вот мы видим, да, то есть он, ну, как бы, те листья, которые уже отжили, они посохли. В основном в массе он, вот он, молодой. И вот эти корни, вот видите, сколько молодого. Вот эти вот корни, которые вот молодой, в следующем году они начнут активно расти. И из них уже за счет корневой системы выстрелят вот эти вот большие, мощные палки борщевика, которые уже начнут формировать семена. Ух ты, а что такое? Какой гриб он тебе? Если знаете, напишите в комментариях. Вот. И в следующем году, соответственно, потребуется, вот видите, так это не он. Вот он, елки одиночные, вот они маленькие. Вот они маленькие все, чтобы вылезали. Соответственно, здесь в следующем году требуется повторное, а здесь смотрите, как грибы. Как березовики, что ли, видимо. Вот. Вот. Не знаю, червила, не червила. В грибах не особо разбираются. Здесь уже какой-то гриб. Какой-то другой гриб. Какой-то другой. Ну вот, короче, грибники, осень, в принципе, нужно это. Сейчас я быстренько пройдусь на скорости, чтобы не занимать много времени. В конце уже на выходе поговорим. Я читала грибники, Ian. Красавца Вот здесь вот не обрабатывалось ничего И здесь он очень большой вырос Прям видно прям по поясу Миньметров 60-70 Ну наряду с этим смотрите Да Копило То есть уже как бы он не так сильно забивает Все как это было вокруг Ну а здесь вот да Красавчик вылез Пропустил я его одного Но он уже не созреет Я конечно же его все равно сломаю Но он уже не сможет дать семена Просто фактически ему не хватит времени Я к сожалению с собой не взял ничего Голые руки у меня Он и так в принципе может дозреть Ну попробую сейчас чем-нибудь сломать его Просто обломить Вот так вот Себя сильно не вытаскивать Порвал Красавчик Вот это место да Здесь вот А это от его полится Даже через штаны Ну давайте Ну вот это вот я как бы сюда К сожалению не успел дойти Так бы такая же картина была Как и Этот участок требует особого внимания Вот это участок тот который просто косился И удалялись Вот тоже здесь вот Одну розетку попустил Но он уже не даст Семена он уже не успеет дать В этом году Уберу все равно В последние попытки Сформировать что-то Они не получится Ну вот Это напомню Было кошение Один раз И убирались розетки Здесь я убирал розетки Вот видно палки черные Которые Были как раз розетками Семян Смотрите какое количество Все Они уже Ну вот здесь тоже Они уже Все Вот можно посмотреть Какая картина Ну это вот участок который Сюда ближе Сейчас я дойду От этого места Где я обрабатывал И даже в принципе Без обработки гербицидами Просто удаляя розетки Семенами Он вот Очень медленно растет Но при этом Вот видите Все равно Все равно Вот они Они есть Вот здесь Семена тоже Они не вызривают Всего как бы Не этого Не заметишь Ну вот В общей массе Своей Ну он даже сейчас Сентябрь Закрыл Подожди Отцвести Другими руками Конечно Это лучше не делать Яркого Санта нету Но если здесь Конечно Было все Обработать То Даже этого бы не было Этих розеток Чтобы просто Ставились Все равно Пытается Пытается Расти Из этого Как бы Никуда не денешься Геологическая программа Выполняется Можно видеть Да Какая площадь Какой объем Это видно было В принципе В начале видео Увидели Когда из трактора ездил Туда немножко В лес уходит В общем В целом Считается Все Хорошо Да Очень много мелочи Очень много Но здесь Очень много Семен было посеяно И этот участок Конечно Будет требовать Особого внимания Ого Смотрите Все усеяно Сходами Доступ К свету Был открыт После Кошения Крупного Борщевика Соответственно Начали сходить Семена Которые Много Ряд Здесь В землю Сыпались И они Соответственно Получив Возможность Начали расти Вот Видность Вот Здесь Он Не обрабатывался А здесь Вот Обрабатывался Сильное Видно Воздействие Там Палка Как-то Ее умудрился Ай Пошлогоднее Ну Вот Так Ну Так Шла В лес Там Я Тоже Опрыскивал Там Гораз Сложнее Работать Там Нет Возможности Покосить Трактором Ну А в этом Году Я считаю Результат Очень Хороший Та цель Которую Я себе Вставил Она Достигнута Борщевик В этом Году На этой Территории Уже Семян Новых Никак Не Даст То есть Нового Заражения Местности Уже Не Будет Останется Сейчас Каждый Год Планомерно Постепенно Возможно Даже За следующий Сезон Получится Справиться С теми Семенами Которые Сейчас Еще Находятся В почве Этот Процесс Не Быстрый Он Может Растянуться На Несколько лет Но Тем Не Менее Начало Положено И Уже Мы Видим Хороший Результат И Еще Хочется Сказать Пару Слов Отдельно По Этим Земельным Участкам К тем Кто Ищет Сейчас Землю Кто Думает Где Как Развиваться И Строиться Есть Прекрасные Земельные Участки Которые Вот Здесь Находятся Возле Которых Я Сейчас Провожу Обработку Они Достаточно Большой Площади Граничит Рядом С Деревней Единственный Недостаток У них Отсутствие Подъезда Но За счет Того Что Желающий Кто Приобретет Участок Здесь Для начала Я эти Средства Сразу же Направлю На Тур Сделать Здесь Дорогу Потому что Я прекрасно Понимаю Что без Дороги Без Подъезда Здесь Что-либо Делать Очень Сложно И Поэтому Эти Средства От Участка Пойдут Как раз Сделать Подъезд Щебеночное Основание Нормальный Подъезд Посчитаем Все Сколько Финансов Выйдет Сделаем И Спокойно Уже Человек Который Купит Участок У него Уже Будет Дорога И спокойно Здесь Можно Приезжать И начать Развиваться Потому что Без Развития Здесь Земля Будет Зарастать Поэтому Я прекрасно Это понимаю И видя Также Борщевик Будет Прилетать С других Участков Потому что Поэтому Если Вы Ищете Землю Не очень Далеко От цивилизации То есть Обратите Внимание На эти Участки Если У вас Есть Какие-то Вопросы Готов Обсудить Пишите Мне По контактам Под этим Видео Обсудим Пообщаемся Я Направлен На Развитие Территории Вот этих Участков Которые Здесь Находятся Поэтому Готов К любым Предложениям С вашей стороны Ну а на этом Все Видео Достаточно Большое Благодарю Что вы досмотрели До конца Я желаю Великолепного Дня Пока